Скелет человека состоит примерно из 206 костей. Они между собой соединены как неподвижные соединения с малым объемом подвижности, а также при помощи суставов. Ежедневно, совершая разные движения телом и конечностями, мы не задумываемся, как это происходит. Но лишь до тех пор, пока не наступает острая боль. Стоит отметить, что самая частая жалоба – это боли в коленном суставе. Такое время года, когда скользко, люди активны, много катаются на лыжах. Так, скажем, конечно, очень много травм, которые связаны с нижними конечностями, особенности коленными суставами. И при получении таких травм, конечно, необходимо обратиться к специалисту, да, скажем, если сохраняются боли какое-то длительное время. Да, они проходят сразу, чтобы убедиться, что нет никаких повреждений внутри коленного сустава, разрывы мениска, связок. Самая частая причина боли в коленном суставе – это разрыв мениска. Мениски – это два хряща в форме полумесяца, которые находятся в коленном суставе между бедренной костью и голенью. Они работают как маленькие амортизаторы. Их главная функция – распределение веса тела и улучшение стабильности сустава. Если есть разрыв мениска, то типичные симптомы – это боль в колене, отек, чувствительность при нажатии, щелчки в колене, ограниченное движение коленного сустава. Если имеются подобные жалобы, незамедлительно нужно отправляться на прием к травматологу-ортопеду. Первое, конечно, это из анамнеза, то есть разговора с пациентом, необходимо знать механизм травм, боли, сколько времени прошло после травмы и какие жалобы остались. Потом, конечно, второе – это клиническое обследование, которое на 70-80% может сказать диагноз. И третье – если этот человек молодой, активный, конечно, необходимо даже по закону сделать магнитный резонанс, чтобы убедиться. Который, в принципе, процентов 98-99 случаев показывает, если менее спором, то он это подтверждает. Единственным эффективным методом диагностики и оценки структуры коленного сустава является магнитный резонанс. Принцип действия этого метода основан на взаимодействии тела человека и магнитного поля. При помощи электромагнитного поля и импульсов радиочастотных волн получают изображение нужного участка в поперечном сечении. Магнитный резонанс – обследование абсолютно безболезненное и безвредное для пациента. Этот метод существенно отличается от таких обследований, как сонография и компьютерная томография. Это абсолютно разные три метода. Ультрасонография – это обследование с помощью ультразвука. Ни в коей мере это не связано с радиацией, нет никакого облучения. Магнитный резонанс – тоже метод без облучения. Иногда путают компьютерную томографию с магнитом. Это абсолютно разные обследования. В одном случае при компьютерной томографии все же есть какая-то доза облучения. В магните такого нет. Все происходит на основе огромного магнитного поля, без облучения. Для врача метод магнитного резонанса является наиболее информативным, нежели другие виды диагностики. Мы видим все намного подробнее, намного конкретнее и точнее. Такой метод, как сонография, которую также часто применяют, позволяет посмотреть мениск снаружи. Оценить внутренний контур мениска сонография не может, потому что ультразвук не проходит так глубоко в сустав. Также и с поперечными связками. Я не смогу их оценить при помощи сонографии. Если поперечные связки, повреждения мениска под вопросом, если проблемы с геолиновым хрящом, суставной поверхности хряща, если там есть какой-то дефект, повреждение или подозрение на это, то поможет только магнитный резонанс. В этом случае компьютерная томография подробно вам ничего не скажет. К сожалению, полноценного ответа не получить и от ультрасоноскопического обследования. Важно оценить состояние костного мозга. Это то, что отличается от любого другого радиологического метода диагностики, потому что оценить его состояние важно при травмах, каких-то образованиях, при каких-то биохимических изменениях. Отеки костного мозга можно увидеть только при помощи магнитного резонанса. Когда проведено обследование и врач оценил результат полученных изображений, он может составить дальнейший план лечения. В случае разрыва мениска необходима операция. В принципе, мениск сам по себе не заживает, поэтому его нужно оперировать. В наше время, используя новые технологии, относительно новые, конечно, которые уже используют для 20-30, да, эту операцию можно провести минимально инвазивно и довольно быстро. И если человек молодой, то, в принципе, через неделю он уже будет ходить и будет таким же активным, как и до этого. Золотым стандартом лечения разрывов менисков на сегодняшний день является артероскопия, щадящая малотравматичная манипуляция, которая имеет ряд существенных преимуществ. Артероскопия коленного сустава проводится через два 5-мм прокола. В один из них вводят артероскоп, транслирующий через оптическую систему изображения на монитор. Внутрь сустава по артероскопу вводится физиологический раствор, который раздувает суставную полость и позволяет провести ее тщательный осмотр изнутри. Второй прокол служит для хирургических манипуляций. Через него вводят различные инструменты. Здесь, в дневном стационаре, можно делать эти операции. Пациенту обычно не надо особо никакой подготовки, потому что эта операция делается здесь под спинальной анестезией, то есть пациенту даже не надо давать общий наркоз. Операция происходит артероскопически, то есть делается два маленьких отверстия, примерно по полсантиметра. В одно отверстие, как говорится, вставляется трубка, и все видно на телевизоре. И по второму отверстию, скажем, мы работаем инструментами, и удаляем ту часть вниз, которая порвана. Операция обычно длится 15-20 минут. После того, как выходит наркоз, это обычно 2-3 часа после операции, в принципе, пациент может управляться домой. Соблюдая все указания врача, совсем скоро пациент может вернуться к своему привычному ритму жизни. Если человек молодой и активный, и других повреждений коленного сустава нет, тогда сразу же после операции ему нет необходимости ни хромать, ни использовать костыли, он может ходить. Единственное, конечно, неделю желательным режимом покоя, то есть ходить минимально, чтобы были меньше боли, чтобы не образовался гемортроз, то есть чтобы не скопилась кровь в коленном суставе. Если через неделю все в порядке, нет боли, то человек может возвращаться к обычной жизни, ходить на работу. Единственное, что после такой операции 2-3 недели не рекомендуется делать каких-то активных действий, скажем, возвращаться к спорту, бегать, прыгать, играть в футбол, ну, что-то типа такого. Как правило, после операции пациенты не нуждаются в специальной реабилитации. Если человек молодой, активный, в принципе, ему нет необходимости в какой-то отдельной реабилитации. На первое время есть, пока человек ходит минимально, для того, чтобы поддержать тонус мышцы бедра. То есть есть определенные изометрические упражнения, которые, в принципе, пациент может сам делать без вмешательства реабилитолога специального. Но все же посетить специалиста не будет лишним. Процесс выздоровления тогда будет проходить быстрее. Конечно, было бы желательно, если у человека есть такая возможность, да, первое время походить, поделать упражнения, тогда весь период восстановления будет намного быстрее и проще. При повреждении мениска пациент очень часто удивляется поставленному диагнозу, потому что не может даже вспомнить, когда получил травму. Поэтому важно знать, что первые симптомы разрыва мениска – это боли в коленях. Если человека несколько месяцев такие боли мучают, нужно обращаться к специалисту. Самостоятельное лечение будет без результата. Боль в колене обязательно вернется. Оно будет болеть, то есть может быть малоподвижность в суставе, скажем так, мышцы, которые вокруг коленного сустава, они довольно быстро могут атрофироваться, да, и просто весь период восстановления после этого будет немножко дольше. И если он порван, и так как я сказал, что он не заживает, да, то, в принципе, человек не затрахован от того, что придя к нормальной жизни после разрыва, опять же, вставая с кресла или идя по лестнице, он опять не даст о себе знать. То есть опять не появятся эти боли, может быть, жидкость в коленном суставе. Опять же, человек на какое-то время будет больным и выпадет из активной жизни. Редактор субтитров А.Семкин